Привет, мои дорогие! С вами Юлия Ильянова, и сегодня мы поговорим о запрещенке в продуктах питания. После видео о базовых продуктах питания очень многих из вас и зрителей появились вопросы, почему я себе запрещаю те или иные продукты, почему я их не кушаю. И мы это немножко обсудили в комментариях, сейчас я хочу подробнее рассказать об этом. Первое, что смутило людей, это то, что я не ем морковь, свеклу и картофель. Что значит я не ем? Это значит, что этих продуктов нет в моем повседневном питании. Да, если я вдруг заказала салат, и там вот немножко была натерта морковь, чуть-чуть ее там попало мне, и ничего страшного в этом нет, я не умру, и ничего страшного со мной не случится. То есть для меня нет таких продуктов, которые вот я, все, я вырезала, и никогда, даже если крошка там где-то есть, я этого есть не буду. Но, конечно, адекватно, ситуационно ко мне попадают разные продукты. Я картофель могу съесть ситуационно, но я знаю, что картофель это крахмал. Много крахмала это вредно для моей поджелудочной железы. В принципе, для вашей я просто говорю о себе, о том, что, почему я отказываюсь от крахмала. Крахмал перегружает поджелудочную железу, и, в общем-то, и для здоровья, и для того, чтобы уровень инсулина и сахара в крови был нормальным, лучше от крахмала отказаться. И я по этой причине отказываюсь и от кукурузной муки, и я вот смотрю, где кукурузный крахмал содержится, тоже я стараюсь это вот как-то вот избегать. То есть если ко мне случайно вдруг попадет там раз вместе с картофелинка, возможно, я ее там съем, но вероятность того, что ее съем, она равна там 1%. То же самое с морковью и свеклой. С ними ничего страшного нет, вы можете их кушать. Единственное противопоказание, ну, кушайте умеренно, если будете есть морковь, у вас будет оранжевая кожа. А в остальном, в принципе, ничего страшного нет. Однажды мне посоветовали отказаться от моркови, от свеклы, от бананов, от картофеля, которые я уже не ела к тому моменту, и просто посмотреть, что будет. И морковь, и свекла, они достаточно тяжелые. То есть, ну, мне легче жить без них. Это вот мое личное убеждение, может быть, тоже кому-то это будет полезно, просто попробовать, посмотреть, как оно будет. Но в целом, вероятность того, что и морковь, и свекла останутся где-нибудь на краю тарелки, а все остальное я съем, вот она очень велика. Насчет картофеля, если вам хочется его кушать, лучше всего самый полезный способ приготовления – это печеный картофель. Вот, и я думаю, что в отношении моркови и свеклы то же самое, это на пару, либо печеное. Дальше, второе возмущение, такое, ну, непонимание, наверное, было относительно круп. Почему крупы я не люблю, стараюсь их избегать, и почему для меня это компромисс с моим организмом? У меня есть видео о палеодиете, в принципе, там, вы, может быть, видели их ссылку, я оставлю, посмотрите. И когда я ее попробовала, я поняла, что действительно, вот этот вид питания проще всего поддерживать. Он настолько естественный, что это не кажется диетой. Я, ну, сразу скажу, что, естественно, там, проходя какие-то свои тренировки, похудение, и вот такое вот активное жиросжигание, я, естественно, сидела на кругах. То есть я попробовала все – и пшено, и гречка, и амаранты, и разные чечевицы разных цветов и оттенков, там, холодные, целые, что еще, пшено разнообразное, в общем, кино, все, что можно придумать, в принципе, бобы, там, фасуля-дзуки, все это я пробовала и плотно на этом сидела, то есть я вечером заливала это, там, каким-то соком апельсиновым вместе с сухофруктами, наутро у меня была готова каша. Точно так же я делала и с кино, и с, это, и с чечевицей, в общем, в целом я сидела на кашах, я знаю, что это такое, и действительно на кашах можно похудеть, и ничего лишнего они там не добавляют, энергии нормально в течение дня, все здорово. Но когда я перешла на палео, то есть палео исключает все зерновые, в том числе муку, и там есть объяснение этому, то есть если вам интересно почему, то можно почитать объяснения именно научные. В целом, они, те, кто запрел палео-диету, или те, кто ее поддерживается, считают, что все проблемы человеческого организма, они начались как раз вот с того момента, когда в рацион стали попадать разного рода крупы, пшеница, ну, пшеничные изделия, пакароны, вот все-все-все, что из этого можно сделать. И, в принципе, очень многих людей не переносим из глютена, просто, ну, мы об этом не знаем, и вот если говорить там о России и каких-то странах подальше от Европы, то там не всегда умеют даже определить, что это действительно болезнь, что делает глютен. Он убирает, убивает в желудке такие вот эти волосики, сосочки, как правильно это называется, я не знаю, которые впитывают в себя витамины, там, питательные вещества. То есть человек кушает, допустим, очень много там даже морковки, но получает из нее очень мало витамина А. То есть чтобы там здоровый человек там съел три морковки и получил весь витамин А, человек, у которого вот отмирают вот эти вот сосочки и волосочки внутри, он должен съесть, допустим, чтобы столько же получить витамина А, там, шесть морковок. Ну, вот в целом, вроде как в жизни это не совсем заметно, да, но тут не дополучилось витаминов, там, ногти ломки от чего-то, там, волосы или с кожей что-то. А вот определить, что это такое, достаточно сложно. Ну, все там говорят стресс, там еще что-то, экология плохая. А может быть, это действительно именно непереносимость глютена и очень сильная. У многих людей также есть непереносимость лактозы, то есть всех молочных продуктов. Вот насчет молочных продуктов, здесь тоже я пробовала от них отказываться, и действительно вот тело сдувается немножко. Я еще об этом говорю, почему? Потому что вот лично у меня все вот эти вот крупы, ну, как не все, а поедание круп, оно связано с тем, что есть такое слово «блоутинг». Я не знаю, как правильно это перевести, оно типа как раздувание, да, то есть вздутие живота, кожа раздувается, там, лицо раздувается. Возможно, вы заметили в моих видео, то, что одно видео у меня лицо крупнее, в видео через 2-3 дня я уже очень такая худая. Я вот смотрю на видео, я реально это замечаю, и люди, которые там со мной живут, тоже замечают то, что иногда я выгляжу какой-то вот опухшей и отекшей, а в другие дни нормально. И это все началось после того, как я начала есть крупы. То есть, как это точно происходит, я это уследить не могу, иногда все в порядке, иногда не очень. Это то, что я знаю 100% это перловка и овсянка. Но говорят, что если вот, например, бобы тоже вызывают вот эту отечность, вздутие, если их отмачивать в воде, то, в общем, вероятность того, что это произойдет, она гораздо ниже. И у гречки тоже вероятность этого ниже. Здесь, вы смотрите, сколько компромиссов. Для меня это достаточно сложно. Для меня так просто было от всего этого отказаться, когда я придерживалась палеодиетой. Это было, когда я жила на Кибрии. Там это самая идеальная диета, потому что, в принципе, люди там так и живут. Это та еда, которая есть у них вот рядом с домом везде. В принципе, и в Китае, наверное, могу сказать, что придерживалась палеодиеты. И это самый простой способ для меня там поддерживать себя в форме, и при этом не испытывать голода. То есть, когда я ела крупы и вот какие-то там выпечки, много еще остального, голод он иногда настигал, и нужно было его как-то контролировать. Вот. Наверное, долго, но я надеюсь, что я вам полностью объяснила, что у меня с крупами не так. Да. Почему еще все это вот так вот происходит? Я говорю, что крупы – это зло, и все-таки продолжаю их есть. Потому что мое питание сильно перестроилось. Я очень сильно по-другому посмотрела на поедание мяса и рыбы, особенно в России. То есть, я понимаю, что качество – это не очень. Плюс, в последнее время, я так вот признаюсь вам, когда я смотрю на мертвую рыбу или на мясо, мне как-то вот это не совсем приятно. То есть, я не могу сказать, что я вегетарианка, или что я всегда отказалась от мяса и от рыбы. Я пока не знаю, но сейчас вот уже около больше месяца, наверное, мне просто как-то вот не совсем приятна эта мысль, то, что я буду есть что-то живое. Ну, можете там закидать меня ко мне, а не мне. Вот. Пока у меня вот такие вот идеи и мысли. Были еще вопросы по поводу соли. Ну, здесь соль и сахар. Да, действительно, я максимально там урезаю дополнительное нахождение сахара в моих продуктах. То есть, если там это кофе или там чай, это обязательно без сахара. Если уже в продукте там содержится сахар, то я уже ничего с этим поделать не могу. Я там съем этот продукт, если вот там ситуация к тому располагает. Еще у меня такая есть вещь, что я что-то ем периодами. То есть, у меня есть какой-то период, мне очень хочется выпечки. Вот я буду есть там в течение недели каждый день какие-нибудь булочки. Вот мне вот хочется невероятно. Если хочется невероятно, я беру это и делаю. Потом вот неделя закончилась, мне как отрезало. Я больше вот реально их видеть не могу. Я лучше там съем какую-нибудь горькую шоколадку. С шоколадом то же самое. Может быть, 2, 3, 4 дня очень хочется. Я это ем. Потом вот начатая шоколадка, допустим, там лежит в холодильнике или где-то. Я ее вижу, мне совершенно ее не хочется. Ну, вот ситуационно у меня примерно вот так. Ну, те продукты, которых я действительно избегаю, и их у меня в рационе практически нет никогда, вот я, наверное, назвала. А, что еще, например, яблоки я не ела много лет, пока не приехала в Россию, потому что в России яблоки очень доступные в плане того, что они произрастают именно здесь, где-то вот в соседних местах, в соседних регионах. То, что их не, там, воском не натирают и не присылают щетку. То есть таких яблок я стремлюсь избегать, таких, на которых там не червоточинки нет, они такие все идеальные, и которые, если их разрезать, то они не темнеют. То есть они, мне кажется, подозрительные, такие яблоки. А вот наши яблоки, там, бабушки, например, там продают, еще что-то, я с удовольствием это кушаю. Хотя, в принципе, от яблок я уже давно отказалась, потому что, ну, они вот мне как-то вот не шли. Я полагаю, что какой-то сейчас период пройдет, я снова перестану есть яблоки. Мне интересно узнать, узнаете ли вы вот в этом и себя. Есть ли такое, что вы периодически едите что-то, а потом берете и отказываетесь от этого. Есть ли что-то, что вы не едите по какой-то вот причине, например, то, что все едят, считают здоровым, а вы это не едите. Это тоже было бы интересно узнать. Может быть, что-то новенькое такое мы с вами друг другу расскажем. Я невероятно ценю и благодарю вас за ваши комментарии и за искренние вопросы. И вообще, я смотрю на подписчиков, на тех, кто оставляет комментарии. Вы невероятно потрясающие люди. Потому что даже если с чем-то не согласны, даже если у вас вызывает это внутренний протест, насколько толерантно, ну, люди, которые оставляют комментарии, могут высказаться об этом. То есть, действительно, поинтересоваться, не сразу начинать закидывать человека помидорами, а поинтересоваться, а почему, а почему вот у вас так вот. Вот у меня совсем по-другому, и у меня есть вот такие-таки доказательства этому, а почему у вас не так. И меня так радует, что у нас какой-то диалог появляется, что действительно, несмотря на то, что во многих других местах можно увидеть совершенно другие вещи, у меня вот, и у вас, да, у нас находится какая-то общая такая, ну, компания, да, людей, в которых мы можем спокойно обсудить какие-то вещи, узнать что-то новое. Я это невероятно ценю, и я вам за это очень-очень благодарна. Если у вас есть какие-то вопросы, обязательно, конечно, оставляйте в комментариях. И на этом все. Я запрощаюсь. Мы с вами за любви. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok